Черно-белая доска – поле для битвы интеллектуалов. Шуру Андар не расставила соперникам шах и мат. Вид спорта, где миллионы комбинаций и ходов. И в этот мир девушка погружена уже 10 лет. Важно отметить, что по правилам девушки могут играть с шахматистами и мужчинами. А вот наоборот – запрещено. С кем играть, признается участница, не столь важно. Главное – думать на несколько шагов вперед и не дать сопернику шансов. Почему не на шахматы? Мне нравится проводить разные комбинации, тактики, обманывать соперника. Я являюсь трехкратной чемпионкой республики «Тула среди женщин», чемпионкой этапов Кубка России, финалисткой Кубка России, многократной участницей чемпионата России. Участниками стали более 70 любителей умственных нагрузок от новичков до ветеранов. Самому младшему участнику – 7 лет, а самому старшему – 86. Шахматы, как правило, занимают очень много времени. То есть у человека как во время подготовки, так и во время проведения турниров. Как правило, один тур в классических шахматах – это 3-4 часа. То есть каждому игроку дают 1,5-2 часа, поэтому один тур – это 4 часа. И в день можем провести максимум 2 тура. Чемпионат республики «Тула» сейчас по шахматам в Казельском транспортном техникуме, за что я, соответственно, очень благодарен на руководство техникам. Как отметил Ренат Оржек, пока у шахматной федерации нет своего помещения. Это лишь дело времени. Ну а пока турнир проводится в Казельском транспортном техникуме. На нашей базе такое соревнование проходит в первый раз. Мы рады приветствовать игроков, шахматистов на нашей базе. Мы с удовольствием предоставили им помещение. То, что проходит на нашей базе, чемпионат интеллектуального вида спорта, шахматы, также привлекает наших студентов, что в дальнейшем они занимались именно таким видом спорта. Шахматы – это спорт, доступный людям любого возраста и физических возможностей, в том числе имеющих ограничения по здоровью, а также различным возрастным категориям.